Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. В городских квартирах состоялись съемки очередного ток-шоу. Обсуждались следующие темы. Элла и Игорь не могут определиться с квартирой, а также предстоящее знакомство Оли Рапунцель с мамой Димы Дмитренко. В качестве комментаторов в съемках принимали участие Кристина Дерябина и сестры Колесниченко. Дима Дмитренко рассказывает о ситуации в своей паре. Мама ответила, что готова встретиться и познакомиться с Ольгой. Скоро мы летим в отпуск в родной Владивосток, чтобы наладить отношения с мамой и с родными. Я уверен, у нас все получится и моя мама поменяет мнение о моей второй половинке. Как вы помните, Сашу Гозиас снова посадили в изолятор на трое суток. Там Саша не скучает, они вместе с Ильей Ебаровым развлекаются танцами. Гозиас написала в своем блоге, а у нас все утром на своей волне. Илья Ебаров сжет, а Костя Иванов ждет. Глеб Жемчугов рассказывает о предстоящей пластической операции. «Я хочу отрезать пузо. Читал ваши комменты. Жрешь много, лентяй, иди займись спортом. Идите взад, коровий. Мою проблему, которая называется жировая ловушка, невозможно убрать ни диетой, ни спортом. Фартук, который повис у меня, образовался за долгое время моих жирных дней. Хирург быстро решит мою проблему взмахом своей легкой руки». Саша Харитонова поздравила отца с 60-летием. «Папочка, поздравляю тебя с днем рождения. Я тебя очень сильно люблю и спасибо маме, которая всегда рядом с тобой. Отец Саши в прошлом музыкант и любит караоке». У бабушки Андрея Чуева тоже день рождения. Марина Африкантова с Андреем приехали ее поздравить. Настя Волынец рассказала, что Надя Соколовская приставала к Богдану Бобрику в поезде. Настя пишет, «Богдан утверждает, что выпившая Надя стала к нему активно приставать, но он ее отверг. По словам Нади, ничего подобного не было, но зная ее, я склоняюсь к словам Богдана». Также в Саранске Надя и Богдан участвовали в откровенной фотосессии, ну а затем они отправились вместе работать в ночной клуб, что является главной целью поездки. Семен Фролов, как и многие другие участники телепроекта, в свободное время подрабатывает в сфере праздников и развлечений. Семен рассказал о своем спецзадании. Жених решил сделать прикольный сюрприз – встретить невесту у ЗАГСа моей песней «Все бабы, как бабы, а моя богиня». Саша Задойнов провел немного времени с младшей дочерью, они гуляли по городу. Катя Токарева и Юра Слободян не хотят пускать съемочную группу «Дома-2» к себе домой. Токарева пишет «На проекте, наверное, совсем печаль печальная, что подтягивают старых участников и хотят про них снять фильм, как они живут. При этом руководство не хочет платить ни копейки бывшим участникам за эти съемки. И так, мол, вам пиар бесплатный и лайки в соцсетях. Не пойму, это канал такой жадный или «Дом-2» деньги зажимает. Все бы ничего и, возможно, мы бы приняли участие, но, зная, как «Дом-2» все переворачивает с ног на голову и искажает информацию, даже не хочется пускать их в свой дом». Татьяна Владимировна Африкантова видеотрансляции сказала, что зрителям надеяться на ее уход не стоит и само шоу не надо воспринимать всерьез. Вот ее слова. «Надо все делить напополам и воспринимать все с точки зрения шоу и только. Вот вы поверили, что меня выгнали, а это только в рамках проекта. Подумайте сами, можно ли выгнать человека, о котором только мертвый не говорит. Вот это и есть пиар, а вы так серьезно относитесь. Вы не забывайте обсуждать меня. Чем больше, тем лучше. Глядишь, денег мне прибавят». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.